То, что вы видите, уже давно стало частью культуры наших земляков. Или бескультурия. А махровые от бумажного спама столбы и двери подъездов, изуродованные графической бомбежкой стены домов, офисов, магазинов, воспринимаются как само собой разумеющиеся. И это при том, что городские власти понимают, милиция борется, а молодежные организации вроде как пропагандируют патриотизм. Только за последнюю неделю было составлено 9 административных протоколов, из которых 3 административных протокола было составлено за нанесение надписей в общественных местах и 6 было составлено за расклеивание объявлений. Хотя поймать нарушителей чистоты не так уж и просто. Для райтеров дело чести оставить свой след на свежевыбеленной стене какой-нибудь новостройки и при этом остаться незамеченным. Да и объявления на домах появляются, когда добрая честь жителей находится на работе. Хотя, если каждый из нас будет поступать так, как Евгений, ситуация может измениться. Возвращаясь вчера вечером домой, возле линии в советском районе, вижу какие-то люди на остановке клеят листовки или объявления, что-то в этом роде. Ну, мне это не понравилось, потому что с ума весь подъезд обклеен, разрисован непонятно чем, красками из баллончиков красят, портят внешний вид. Вот, вижу, рядом проходил сотрудник милиции. Я к нему подошел, сказал, что так и так, люди там портят имущество. В этот раз расклещиками оказались не просто жители, а гости Брянска. За то, что немного подпортили внешний вид нашего города, они еще и получили деньги. День расклеить – 300 рублей отдать. Вместе с тем, сомнительной зарплаты гражданам Узбекистана не хватит, чтобы покрыть и половину штрафа. Расклеивание объявлений в неустановленных местах считается административным правонарушением. Существует закон об административной ответственности. Статья 16. Несанкционирование нанесения надписей и рисунков в общественных местах, а также расклеивание объявлений. Объявления можно расклеивать только на специально отведенных местах. А штрафная санкция – от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. Сложнее обстоит дело с райтерами. И милиция, и городские власти прекрасно понимают, что это часть молодежной субкультуры. И ничего не поделаешь. Чтобы найти хоть какой-то компромисс, УВД обратилась в город-администрацию с инициативой предоставить альтернативные места для нанесения рисунков. Мы полагаем, что граффити имеет право на существование. Но просто надо найти те места, на которых они могли бы самореализоваться. И очень бы хотелось, чтобы эти плоскости не портили внешний облик города. Поэтому будут подбираться соответствующие площадки, зоны, на которых можно было бы заниматься художником граффити. И я думаю, в самое ближайшее время мы найдем такие площадки. Как варианты рассматриваются ограждения строительных площадок. Вместе с тем будет решаться вопрос и об увеличении санкционированных мест для размещения объявлений. Наталья Сигаева, Андрей Гапонов. События Брянск.